Машины работали в тех местах, где человек не мог или нельзя было находиться из-за большого уровня радиации. После использования, такую технику вывозили на специальную свалку кладбища техники. Но вдруг несколько лет назад выяснилось, что самая большая свалка радиоактивной техники полностью опустела. Конечно же появилось много вопросов, куда же могли деться сотни тонн радиоактивного металла. Сегодня вы узнаете поэтапно, каким способом эта техника оказалась на свалках и куда потом исчезла. В основном вся брошенная радиоактивная техника находилась в одном из сел Киевского района в селе Росоха. Когда-то это было процветающее село, а сейчас там никто не живет. Сейчас это смертельная свалка с тоннами радиоактивного мусора. Среди этой свалки были 10 вертолетов Ми-8 и Ми-6, инженерные машины разграждения, бронированные, ремонтные эвакуационные машины, плавающие гусеничные транспортеры, машины химической разведки и даже была техника эпохи Второй мировой войны. Учеными и ликвидаторами аварий, место для захоронения радиоактивной техники, было придумано не просто так. К тому же большое количество техники было зарыто в землю и присыпано толстым слоем специальной глины, которая задерживала процесс выхода радиации на поверхность. Кладбище разместили специально подальше от рек и водоемов, так как вода считается наиболее быстрым проводником радиации и способствует заражению огромных территорий. Но намного опаснее считается техника, которая не захороненная под землей и стоит на поверхности. Такая техника привлекала внимание разных людей, которые гоняли за легкой ножевой. Так куда же делась вся техника, стоявшая на отстойниках? На сегодняшний день все кладбище, спутники фиксируют опустевшими. Все машины, вертолеты, экскаваторы и много другого просто исчезло. Оказалось, что до 2013 года радиоактивная техника или ее запчасти вывозилась с тремой этапами. Первый раз вывоз техники зафиксирован еще в Советском Союзе. Тогда был огромный дефицит всего, что только можно. И само собой был дефицит запчастей, которые можно было легко найти на Чернобыльском кладбище радиоактивной техники. Вторая и самая мощная волна вывоза радиоактивной техники и ее запчастей была в 90-е годы. Тогда массово вывозили двигатели и радиаторы, которые снимали с грузовиков, иногда забирали капоты. Очень часто радиоактивные запчасти были замечены на многих авторынках и даже в Харькове. Третья волна зафиксирована уже в 21 веке. Все, что осталось ценного от техники, разбирали и сдавали на металлолом. Я не просто так упомянул, что технику вывозили в три этапа до 2013 года, так как в 2013 году обнаружилась пропажа всей техники из кладбищ. Буквально на конец 2012 года техника еще была, а в начале 2013 года техника полностью пропала с кладбища. Есть версия, что все техника была вывезена украинскими властями и после ремонта была отправлена в 2014 году в зону конфликта на востоке Украины. Но подтверждение этой теории я не нашел. Самая правдивая версия звучит так. В конце 2012 года отстойники радиоактивной техники были ликвидированы официально. Остатки техники были перемещены на завод «Вектор» для переработки и захоронения. Подведя итог всего рассказа о чернобыльской технике, можно сделать вывод, что большая часть всей техники и запчастей попала в руки обычных людей. И теперь фонящий металл может встретиться где угодно. Кто знает, возможно именно ваш железный друг, стоящий в гараже, фонит радиацией. На этом все друзья. Спасибо за просмотр.